Добрый вечер. Вы смотрите подробности недели. После майских каникул мы возвращаемся в эфир. После праздничного затища вернулась в нашу жизнь, кстати, и политика. И вернулась весьма странно. Вроде бы и решения принимаются, и споры ведутся, но так, чтобы избежать самых главных вопросов. Тех, которые действительно способны изменить жизнь в Украине. На этой неделе даже традиционно немноголюдная парламентская среда оказалась продуктивной. Вот только опять отложили и создание антикоррупционного суда, и обновление центра Сбиркома, и новое правило проведения выборов. Даже протесты возле Верховной Рады не побудили депутатов голосовать. Почему политики никак не могут сторговаться, знает моя коллега Екатерина Лысенко. Последние несколько месяцев каждый понедельник Согласительного Совета начинается как день сурка. С попыток спикера решить хотя бы один кадровый вопрос. Но к середине недели оказывается, что фракции снова не договорились. Фронтовики кивают в сторону коллег по коалиции. В блоке Порошенко косо смотрят на фронтовиков. У нас есть группа депутатов, которые боятся досрочных выборов и считают, что смена состава Центральной избирательной комиссии – это путь к досрочным выборам. В начале недели спикер грозил помирить в зале всех рейтинговым голосованием, но оказалось, что это не совсем по регламенту. По составу ЦВК должны быть представители всех политических фракций, представленных в парламенте. Это вопросы до БПП и Народного фронта. Они создадут сегодня большие. Они несут политическую ответственность за принятие всех решений, в том числе и кадровых. У нас кадровые призначения. Парламент, на жаль, который состоит из двоих наибольших правильных фракций, голосует только в пакете. Какие изменения этого пакета, известно только тем, кто берет участие в торгах. Рейти нового голосования по членам ЦВК незаконны. Такого нема в законе. Порушение процедуры выбора ЦВК в будущем может привести до признания его незаконным. И как наследок – взорвать выборы. Потому что звольнят старый склад, не призначат новый, не имеют возможности проводить выборы. Поэтому единственная возможность – дотриматься закону. В новом складе ЦВК должны быть представлены все политические силы, которые есть сегодня в парламенте. А не так, как хочет влада, что 10-15 будут контролированы владой. Не сложилось с кадрами, перешли к законодательной работе. И избирателям теперь есть что сказать. Как-никак нардепы многим документам дали зеленый свет. Например, к законопроекту о Госбюро расследований внесли правки. Правда, только в первом чтении. В первом чтении дали старты закону о валюте и аккредитовании. В целом приняли закон о трансплантологии. Мы платим сегодня шаленые деньги за то, чтобы отправить детей в Белоруссию. Это 150 тысяч долларов, евро, для одной трансплантации. За эти самые деньги тут, в Украине, можно будет сделать 3-5 и больше трансплантаций. Почему это не делать? Почему не развивать украинскую медицину? С 20 тысяч только детей, которые стоят на черзе пересадки сердца. 8 всего сделано. И мы отправляем валюту и сбираем гроши до Белоруссии. Мы должны дать шанс людям выжить. И если такие законопроекты, как трансплантология или защита прав интеллектуальной собственности, принимают за несколько дней, то вопросы, где есть хоть намек на партийный интерес, обсуждают неделями. Это касается и антикоррупционного суда, и ЦИК, и избирательного кодекса, проголосовать за который снова требовали активисты. То, что не проголосовали и не вынесли вообще ситуацию с формированием ЦВК, это свидетельство того, что идут банальные торги в правильных коалициях и в залишках, потому что президент пытается формировать свою большинство, несмотря на все квотные принципы. С рассмотрением того, что блокируется закон про выборы по открытым партийным спискам и делается ставка на скупку голосов, это два факта, которые свидетельствуют о том, что готовится масштабная фальсификация. Мы формуем порядок ДНИ не регламентными процедурами, а політичными решениями. И в данном случае, насколько я понимаю, нет политической согласии относительно изменения законодательства на систему, которая будет давать возможность выбирать представителей за списками политических партий, без мажоритарки. Избирательный кодекс, к слову, пылится в радиус прошлого года, когда его чудом приняли в первом чтении. Сейчас к нему порядка четырех тысяч поправок. Я лично на данную минуту не буду голосовать за выборчий кодекс. Поясню, почему. Потому что этот законопроект был создан 10 лет назад. За этот час началась реформа децентрализации. За этот час мы приняли новый законопроект про местные выборы, за которыми проходили выборы 2015 года. За этот час очень много изменений произошло в государстве. Вот именно это и объясняет ту большую количество поправок, которая сейчас существует. Также зависит в комитете закон об антикоррупционном суде с двумя тысячами поправок. Это закон про антикоррупционный суд уже перезрів. Все про него говорят, все его требуют и в одночасье затягивают процесс. Этот орган должен быть независимый и должен выносить правосудные решения. А таким образом должна быть дополнительная комиссия, в том числе международных экспертов, которая не будет призначать судья, но будет указать, кто не может быть суддею. Наша треба на этапе добора, до конкурсного добора, должен быть право в это наших международных партнеров. Правда, в блоке Порошенко анонсируют, что следующая неделя будет посвящена как раз этому закону. Наступного тижня одна из главных задач, которые должен решить парламент, я считаю, это начать рассмотрение законопроекта про антикоррупционный суд. В профильном комитете уверяют, чтобы никто не манипулировал правками Венецианской комиссии, ее представители приедут лично контролировать процесс. С 25 травня представники Венецийской комиссии дали згоду быть в постоянном режиме под час розгляда цього вопроса и на комитете, и в зале. Но в оппозиции предлагают хоть на время отойти от политических споров и уделить внимание стратегическим вещам. В первую очередь, это законопроекты, которые могут вернуть мир в Украину. Это реализация минских соглашений в стенах украинского парламента. Опять-таки, на это нет поддержки голосов от коалиции. Это пакет социальных законопроектов. Это улучшение жизни переселенцев, повышение социальных стандартов, эффективная работа экономики, изменения в бюджет, которые позволят подменять реальный сектор и направить средства в регион. Это наша повестка, но она не рассматривается сегодня, потому что парламент готовится к выборам, коалиция готовится к выборам и голосуют они то, что может политически добавить что-то рейтингам власти. В следующей неделе у нардепов тоже пленарная правда. Какие вопросы все-таки будут в повестке дня, в Раде решат в самый последний момент. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Павел Лысенко. Подробности недели в телеканал Интер.